Здесь давайте маленькую установку, здесь образование поговорим. Жизнь шла вперед, нужны были кадры, технически прежде всего. И здесь на Большом Покровном улице было решено открыть реальное училище. Дом был выстроен, сегодня здание подпись университета. И в этом училище, собственно... Итак, это здание реально училище. Здесь, когда был открыт Нижегородский университет, в 16-м году, в связи с войной, сюда были эвакуированы высшие варшавские курсы, варшавский политехнический университет и некоторые другие курсы. И на базе их открыть Нижегородский народный университет. Так вот, открытие совершалось в доме Дворца Труда, это там, где Бубровское здание, начало Большой Покровский. А потом, со временем, в конце 19-го века, училище было закрыто, и здесь был открыт головной офис Нижегородского университета. Ну, многих людей это здание видело. В частности, вот здесь стоит не просто так, а неправильно творится Боголюбов. Совершенно удивительный человек, физико-математик. Опять же, род Боголюбов происходил в Нижегородской земле. Его отец был священником уже Спасской церкви. Спасская церковь, это на улице Белинского, рядом магазин «Планеты», там раньше, теперь его снесли. Вот. Физик-универсал, я бы сказал, то есть он работал во всех областях физики, прежде всего в театрической эпидемии. Это здание потом университет отнималось, факультеты сокращались, потом было возвращено. И сегодня здесь ФИУФАК и финансовый спутен университет. Но, напротив, чуть раньше, было открыто здание духовного училища. Вот оно, другое, которое Дом офицеров сегодня. Оно было открыто чуть раньше, называлось икорхиальным по той простой причине, что здесь обучались поначалу только женская часть семей священников. Ну, а потом, правда, со временем стали обучаться все желающие женщины, девушки. Собственно, это место было пожертвовано для неприкладного училища дочерью князя Грузинского, Толстой, княгиней. И она держала даже двух стипендиаток. То есть была стипендия от княгиней Толстой. И общежитие находилось вот в загогониме от буквы «Г» Дом офицеров. Вот в той части было общежитие, а здесь находилось, собственно, самоучилище. Ну, а потом, после его закрытия, военные медовства располагались. Ну, и давайте пройдем ближе к почтам. Спасибо. 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 Спасибо.